Говорим о бобовых растениях. Ну, почему я начинаю цикл о растениях с бобовых? Потому что я с детства, ну в школе детства же еще, правда, занимался бобовыми растениями. И моей такой любовью является соя первой, да. Но она быстро прошла, эта любовь как первая. А уже вторая, самая настоящая оказалась фасоль. А третья любовь, это уже горох, это уже такая любовь зрелого человека. Вот, то есть я уже не романтизирую горохи, да, а уже отношусь к ним гораздо более профессионально, например, чем к фасоли. В фасоли меня впечатлило, конечно, невероятное разнообразие того, что можно увидеть среди коллекции фасоли. Для меня было каким-то определенным открытием студенческие годы, сразу после студенческих лет, что сложно найти у фасоли цвет, которым бы не обладали семена. Они могут быть абсолютно любого цвета и оттенка. Она может быть белая, черная, коричневая, красная, розовая, синяя, фиолетовая, зеленая, голубая. И всех вариантов с пестринами, равномерной окраски и какой угодно. И, конечно, меня как молодого специалиста все это очень впечатлило, и я, в общем, полюбил эту культуру очень-очень сильно. Ну, а в горох я уже пришел, уже более профессионально, понимая, что необходимо, так сказать, стране, людям, да, в зависимости от того, какое целевое назначение этого гороха, как надо делать новые сорта, уже имея багаж определенной опыта и знаний по фасоли. Как бы там ни было, видите, куда бы я ни пытался уйти в своей увлеченности созданием новых сортов и селекции, может быть, в кукурузу, может быть, там, в зерновые, все равно бобовые меня не отпускают, все остальное баловство, а это все-таки гораздо более профессиональная деятельность. Чем хороши бобовые? Какие вообще бобовые бывают? Многообразие или разнообразие пищевых бобовых растений, конечно же, впечатляет. Ни в одной другой культуре, возьмем мы зерновые там или еще какие-то, нету такого разнообразия, особенно в части пищевых бобовых растений, пищевых растений, как в бобовых. Ну, что в зерновых? Рожь, пшеница, овес, ячмень, третикалия, да, то есть, ну, достаточно узкое разнообразие, не все они даже используются в пищевых целях. А вот что касается бобовых, то здесь, конечно, очень-очень большое разнообразие. Это не мудрено. Пищевая и диетическая ценность бобовых настолько высока, что люди в древности начали оккультуривать эти растения. И, конечно же, в каждом регионе, в климатическом регионе, возникали какие-то свои более приспособленные, более удобные бобовые культуры, которые впоследствии периода глобализации распространились широко по земному шару и сформировались какие-то наборы сортов или какие-то наборы предпочтений в той или иной зоне. Ну, к бобовым пищевым культурам относятся такие достаточно привычные, как горох, фасоль, бобы, соя, чечевица, нут, вигна, ну и более экзотические для нас, такие как делихос, например, или гиацинтовые бобы, или какой-нибудь тетрагонолобус или крылатый горох, который в то же время все уже становится доступным для приобретения семян. Тоже глобализация нам помогает, точно так же, как делихос, можно несложно найти его, эти семена и добыть, но у каждого из них имеются свои особенности. Мы поговорим в основном о тех бобовых особенностях их выращивания, о сортовом разнообразии, как подобрать себе сорта, как использовать, как сажать, как добиться хороших результатов. В основном тех растений, которые являются привычными для нашей климатической зоны. Ну, естественно, я дам ремарки относительно того, насколько возможно и рационально выращивать и другие бобовые культуры тоже, такие как нут, чечевица, например, вигна и прочее. Внутри бобовых растений, сельскохозяйственных растений, существуют обособленные группы. Что это означает? Что внутри, например, бобов, да, можно найти овощные бобы, это крупные такие, с крупными семенами, которые по картошке часто высаживают, используют в сыром виде, в пищу там, ну или высушивают, потом размачивают уже в зерновом виде. И группа кормовых бобов, это мелкие бобы, достаточно небольшого размера, которые выращиваются преимущественно на фуражные цели. Наиболее разнообразна в этом смысле группа фасоли. Там есть и зерновые формы, которые фасоль на суп, да, на гарниры. Там есть овощные формы, чем они отличаются, расскажу. Там есть спаржевые формы, ну и всевозможные универсальные промежуточные. Ну вот три основные группы внутри бобовых, это зерновые, овощные и спаржевые. Это касается преимущественно фасоли, бобов и гороха. Что касается нута, сои, чечевицы, то там в основном, и не в основном, а можно сказать только, используются зерновые сорта, то есть на сухое зерно. Бобовые также отличаются, и это тоже касается в основном фасоли, ну и других тоже бобовых культур, но однако же фасоли в основном отличаются по форме роста. Они могут быть и кустовыми, они могут быть, не знаю, всем ли видно хорошо, они могут быть полу-кустовыми, полу-вьющиеся, вьющиеся и лазящие. Чем вьющиеся от лазящих отличаются? Фасоль вьется, да, а горох лазит. Если с помощью усиков, тогда лазит. Если стебель завивается, значит вьется. Вот внутри фасоли имеются и кустовые, полу-кустовые, полу-вьющиеся, вьющиеся. Лазящие это в основном только горох. Все остальные, они преимущественно кустовой формы. То есть они никуда не лезут, никуда не вьются. В лучшем случае, как нут и бобы являются такими крепкими, прямостоячими. Ну а если это чечевица, то с ней огромная проблема. Она ложится, стелется и находится вся на земле. Если она в степной зоне выращивается, все здорово. Пришла вторая половина лета, она созрела, высохла и ее можно убирать. А у нас она что сделала? На землю легла, дождики в августе пошли, она вся сгнила, вся проросла, да, уже в этих бобиках вылучилась и невозможно ничего собрать. Это одна из проблем выращивания бобовых растений, южных бобовых растений, в северных регионах. То есть можно баловаться, да, попробовать, но на самом деле каких-то хороших, серьезных урожаев собрать будет невозможно с них. Кустовые формы, понятно, чаще всего не требуют никакой опоры. Вот у горохов кустовых форм не бывает в принципе. Это только название, что они кустовые. Они на самом деле не кустовые, они просто низкие. Да, то есть они не то, что там 2 метра стебель вырастает и куда-то плетется и падает. А у них просто укороченные междоузли, то есть вот эти расстояния между узлами, откуда листики выходят, и они такие более компактные. Но на самом деле в классическом представлении о кустовой форме у гороха, так как у фасоли, например, когда есть жесткий стебель, от него отходят в стороны жесткие веточки, и он сохраняет свою форму, такую прямостоячую или как у бобов, до полного созревания, у гороха такого ничего нет. У него стебель лазящий, а в отсутствии опоры он все равно будет в любом случае падать. Поэтому, как бы вы не соблазнялись на какие-то кустовые формы, либо вы получите очень низкий горох с очень низкой урожайностью, либо это будет более-менее высокий горох с хорошей урожайностью, но вам обязательно для него нужно использовать опоры. Поскольку усиками он цепляется, не нужно ставить для него какие-то толстые палки, там жерди и так далее, можно поставить несколько палок, протянуть между ними шпагат, и он усиками за этот шпагат будет замечательно цепляться. Что касается фасоли для вьющихся форм, то для нее, конечно же, необходимо устанавливать опоры. Если вы не установите опоры для фасоли, в этом случае она будет стелиться, виться по земле, и у нее будет та же самая проблема, что и для стелющихся бобовых растений, наподобие чечевицы или вики, которая без опоры будет просто ложиться и сгнивать на поверхности земли. Поскольку климат у нас все-таки здесь, у нас сушит, когда не надо, и льет тоже, когда зерно наливается, у нас сушит, когда его надо убирать, у нас дождь льет. Да, это вечная проблема сельского хозяйства. Поэтому сорта себе можно подбирать под соответствующую агротехнику. То есть на что вы готовы ради того, чтобы вырастить бобовое растение. Важно, да, то есть на что вы готовы, насколько много времени и сил вы готовы потратить для того, чтобы вырастить бобовое. На самом деле бобовые являются одни из наименее прихотливых огородных культур, с которыми вы можете столкнуться. Связано это в первую очередь с тем, что они способны к азотфиксации. Они наименее требовательны к содержанию азота, гумированности почв, а также азотных подкормок. Однако это является очень большим мифом, что бобовые растения, в принципе, им не требуются азотные подкормки. Дело в том, что какие бы хорошие клубеньки не сформировались на растениях, в любом случае эти клубеньки начинают работать не раньше середины цветения. А урожайность бобовых зависит от того, насколько большую вегетативную массу они разовьют к началу цветения. Если вы им не дадите стартовый азот, то есть не заправите азотными удобрениями, это могут быть компосты, это могут быть органические удобрения, это может быть минеральный азот, минеральное удобрение, какое хотите. Если вы им не дадите стартовый азот, вот в этом случае они не нарастят достаточно большую вегетативную массу и сразу же уменьшится урожайность. Поэтому, когда говорят, что бобовые не требуют вообще азотных удобрений, это не совсем верно. Но то, что они не требуют подкормок азотных, это 100%. То есть вам главное довести их до состояния цветения, вот на этом стартовом обзоре. Потом они действительно насинтезируют все себе сами с помощью симбиотических бактерий азотфиксирующих, с помощью этих самых клубеньков. Вернемся к ценности бобовых. Ну, конечно же, они обладают пищевой ценностью. У них достаточно высокая калорийность. Они обладают диетической ценностью. Ну, иногда это вроде бы одно и то же. Но на самом деле, я подразумеваю, что диетическая ценность, это они содержат много ценных веществ, которые не обладают калорийностью. То есть мы не получаем энергию из этих бобовых. Однако же, они являются совершенно незаменимыми и очень ценными веществами для нашего организма. Бобовые культуры обладают также лечебным действием, поскольку многие из них, особенно что касается сортовой специфичности, обладают очень ценными биологически активными веществами, которые в том числе обладают лечебным действием. В настоящее время селекционеры, ну, это тренд такой селекционерский сейчас, создавать функциональные сорта, функциональные с точки зрения пищи, вот именно диетической ценности. На что все время, очень долго была направлена селекция растений, на увеличение продуктивности. Нам надо было любой ценой, ну, нам это, знаете, глобально человечеству, накормить самих себя. Поэтому у селекционеров главным трендом их успеха или главным показателем их успеха была высокая продуктивность. Чем выше продуктивность, тем лучше. При этом за счет каких, за счет чего селекционер мог создать высокую продуктивность? За счет выключения, отключения у растений всевозможных их полезных свойств. Потому что энергия, да, у вас ограничена. Вы можете или копать, или поливать, да, или там что-то еще. То есть, а надо, чтобы было всего понемножку, да. Но если вы будете и копать, и поливать, то вы только половину вскопаете, а вторую половину польете, да. Вы не можете и вскопать все, и полить все. Точно так же и у растений. Невозможно быть и очень высокопродуктивным, и очень устойчивым к болезням-вредителям, и очень полезным. Чем-то надо жертвовать. Вот жертвовали пользой и устойчивостью. Чтобы устойчивость компенсировать, кто к нам пришел? Химия. Да, химия в быту и в сельском хозяйстве. То есть, мы вместо того, чтобы активизировать защитные функции растения, мы их отключили и заменили тотальными обработками различными пестицидными препаратами. Повышали их конкурентоспособность в окружающей среде. За счет этого получали большие урожаи и накормили человечество. Огромное спасибо химической промышленности. Это без уронии. То есть, на самом деле, благодаря развитию вот этой сельскохозяйственной химии и удобрениям, и средствам защиты растений, мы достигли некого уровня продовольственного изобилия. А теперь мы возвращаемся к вопросу о том, что все-таки пища, кроме того, что нам просто надо с голоду не помереть, нам она должна приносить еще и большую пользу. Поэтому селекционеры готовы прийти к среднепродуктивным сортам, но все-таки с большой пользой. Что касается пользы бобовых культур, то здесь, конечно, их трудно переоценить, да, и невозможно недооценить, потому что они обладают, и, ну, сейчас скажу об этом тоже, это и пищевые волокна, да, то от отсутствия чего страдает современный человек, да, в больших городах. Мы едим мало клетчатки. Это и достаточное количество всевозможных микроэлементов и витаминов, и очень большое количество различных антиоксидантов, полифенольных веществ. Вот очень длительное время люди избегали окрашенного гороха. Его называли пилюшкой и говорили о том, что он может использоваться только на кормовые цели, с целью, ну, кормить, там, готовить комбикорм на корм скоту и птице. Однако же оказывается, что вот в этой оболочке семян, которая может быть горьковатая, сами семена по себе, однако же она содержит значительное, очень большое зачастую количество танинов. Танины – это такие полифенольные вещества, которые обладают очень сильным антиоксидантным действием. Даже если вам не очень нравится вкус гороха, ну, то есть он чуть-чуть горьковатый, да, вы должны понимать, что это как горьковатый огурец, это все хорошо, это все на пользу. То есть, да, конечно, в банке консервный комбинат не будет запихивать горьковатый горох с окрашенными семенами, он все равно уходит в область подчинения массовому вкусу населения. Да, он будет очень-очень сладкий, без всяких признаков горечи, с равномерной окраской и так далее. Но если вы выращиваете эти растения для собственных нужд, то вы, соответственно, можете себе вырастить даже не в большом количестве, но все-таки очень полезные сорта, которых вы не найдете нигде в другом месте. Ну, просто потому, что массовая селекция и массовое производство подчиняются массовому вкусу, да, и далеко не все люди приходят к пониманию того, что можно есть, может быть, не очень вкусное, да, но зато очень полезное. Все-таки в массе люди предпочитают есть, ну, более калорийную, более сладкую, более соленую, вести такой нездоровый образ жизни, потом болеть и от всех болезней чем-нибудь с возрастом уже после накопления всех этих проблем начинают лечиться. Поэтому все-таки сейчас в развитых странах вот создаются такие сорта, может быть, которые уступают чуть-чуть по продуктивности таким промышленным гигантам, может быть, они уступают где-то в органолептике, однако при всем там обладают очень высокой пищевой ценностью. Это же касается и фасоли. Ну, фасоль, в принципе, не обладает горьковатым вкусом семян никак, да. В отличие от гороха, фасоль нельзя употреблять в незрелом виде, она употребляется только в зрелом виде. Вот горох и бобы, да, можно употреблять семена в незрелом виде. Это называется овощные бобовые, те, которые мы употребляем в сыром виде, эти семена. Ну, у фасоли тоже есть овощные сорта, но это такая фаза развития, когда боб еще влажный, да, створка еще влажная, а семена уже полностью сформировавшиеся. Тогда его вскрывают, это зерно варят, и оно очень быстро варится. Чтобы сварить фасоль, ну сколько надо, ну минут 40 надо, да, для того, чтобы она хорошо сварилась. Овощная фасоль варится, то есть она не высохла еще, она как бы недозревшая чуть-чуть, но все равно ее нельзя есть в сыром виде, ее все равно надо отварить. Она варится очень быстро, там 5-7 минут, и она готова. Вот у нас в Беларуси не продается такая фасоль, вообще не продается, я ни разу не видел. Чтобы бобы, я не называю стручки, да, потому что стручки – это плоды крестоцветных растений, да, хотя в народе это вот все называются стручки, а я говорю бобы. И у людей иногда когнитивный диссонанс. Он говорит про фасоль или горох, а говорит бобы. Но на самом деле плоды бобовых растений – это бобы. Да, и у бобов бобы, и у гороха бобы, и у фасоли бобы, и у всех бобы. Ну, это чтобы не было понятно, почему я так говорю. Вот. Так вот, за границей, если бывать, в Европе, в южных странах, там приходишь в гипермаркет, там, где овощи продаются, и там ящики вот таких вот, вот таких вот бобов этих фасоли, и там внутри эти незрелые фасоли, и люди их покупают, варят их прямо с бобом, вот с этим плодом, либо вылучивают их и варят. Вот это называется по-настоящему овощная фасоль. В принципе, ее можно даже консервировать в этом состоянии. Я столкнулся с тем, что на Полесье, у меня были поля селекционные на Полесье, и когда я испытывал коллекцию, надо сказать, что через мои руки прошло больше 6 тысяч сортов фасоли. Вот. И где-то 2,5 тысячи я поддерживаю в коллекции здесь, в Белгосуниверситете, она у меня хранится, поддерживается, используется для гибридизации и так далее. То есть из 6, более чем 6 тысяч, 2,5 тысячи показали свою способность к созреванию в условиях Беларуси. Ну, какая-то там небольшая часть этой коллекции используется как активная коллекция для селекционных целей, для скрещивания в качестве родителей они используются. Ну, а вот к Полесье вернусь, то есть я столкнулся с тем, что там люди знают, как это делается, да, вот в более южных регионах Беларуси. Почему? Потому что на поздних спелых формах, которые там к концу сентября у меня не созрели до сухого состояния, ну, то есть я не могу их поддерживать в условиях Беларуси. Женщины, которые мне помогали, в поле шли, собирали прямо эти зелёные бобы, там чуть-чуть окрашенные с этими семенами, они довольно крупные семена уже внутри были, ну, вот они их собирали в пакеты, я говорю, что вы с ними будете делать, там досушивать, что они говорят, нет, вот в подсоленной воде прямо вот эти бобы будем варить, тут же вилкой их вскрывать, и изнутри эти семена, значит, вот это точно так, как едят в Турции, в Кении, ну, там в каких-то странах, где я был, где-то нередко видел. Ну, то есть такая культура потребления овощной фасоли тоже есть, есть специальные сорта для такого способа потребления, вот, ну, пока в Беларуси это не популярно, соответственно, селекция в эту сторону не ведётся, хотя сорта такие в коллекции у нас тоже есть. Лечебное действие фасоли подтвердено, колоссальное количество публикаций есть на эту тему, они в основном все англоязычные, и именно антиканцерогенное, противораковое действие фасоли обусловлено тремя факторами. Первое – это значительное содержание, значит, волокон, пищевых волокон, которые являются хорошей профилактикой от онкологических заболеваний кишечника, ну, толстого кишечника в основном. Второй фактор – это значительное содержание кальция и других минеральных веществ, потому что хронические систематические дефициты, в том числе минеральных веществ, являются одним из серьёзных факторов, ну, такого общего упадка, в том числе иммунитета. Не хочу сейчас уходить в область там, от чего возникают, да, эти заболевания и так далее, там миллион причин, наверное, ни один доктор точно не скажет, почему у конкретного человека именно возникло это заболевание. Однако же какие-то популяционные исследования, которые касаются особенностей диет той или иной народности или того или иного населения в какой-то стране, да, показывают, что те, кто употребляет значительное количество бобовых в пищу и, в частности, фасоли, они болеют вот этими заболеваниями онкологическими желудочно-кишечного тракта, главным образом кишечника, гораздо-гораздо реже. И третий фактор, который является, ну, они все три решающих, да, это содержание полифенольных веществ, очень сильных антиоксидантов, которые содержатся именно в кожуре, в оболочке фасоли. Нельзя сказать, что чем темнее фасоль, тем она более полезна. Или черная полезнее, например, там, чем коричневая или чем еще какая-то. Польза обуславливается определенным соотношением определенных веществ. То есть красная фасоль может быть тоже очень полезной. Наибольшую антиоксидантную активность, если рассматривать там какие-то гигантские коллекции, там, департамента по сельскому хозяйству США, они характеризуют свои коллекции по этому показателю. Например, там наиболее таким сильным антиоксидантным действием обладают сорта с фиолетовой и сиреневой окраской, вот семян. Ну, мы в своей коллекции поискали, нашли, немножечко поскрещивали и создали такую линию черно-семянной фасоли. Она среднеспелая, среднепоздняя, я бы даже сказал. Я вам покажу на фотографиях, как она выглядит. Она не кустовая, но она созревает хорошо даже в Могилевской области. Почему я говорю даже в Могилевской, потому что у нас не Витебская область самая холодная, а вот вокруг горок, да, вот в этом регионе, это один из наиболее холодных регионов Беларуси, такой полуполюс холода Беларуси. Но даже там она хорошо созревает. Поэтому, несмотря на свой некустовой габитус, то есть некустовую форму роста, она вполне хорошо созреет. Так вот, мы из множества там линий каких-то сортов повыбирали и выбрали именно вот этот, потому что он содержит хорошую комбинацию пигментов, которая по данным литературы говорит о том, что он также будет обладать вот таким вот полезным эффектом. Она черная, она абсолютно черная, как подсолнуховые семечки, даже еще чернее. Вот. Ну и концентрация этих пигментов там очень и очень значительная. То есть, на самом деле, та же белая фасоль будет обладать всегда наименьшей ценностью, чем окрашенная. А среди окрашенных надо искать такую, которой биохимики показали, что она обладает очень хорошим соотношением пигментов. То есть, ну, не любая черная фасоль будет так же полезна, как эта черная фасоль. Хотя, если вы выбираете между белой и окрашенной, то давайте предпочтение окрашенной. Потому что даже если это белая фасоль там с желтым пятном у рубчика или с какими-то красными пестринами, то в любом случае она будет полезнее, чем чисто белая. Поэтому даже если вы варите суп, да, не используете ее на гарнир или еще на что-то, то старайтесь выбирать все-таки окрашенную фасоль. Ну, а то, что мы фасоль едим с оболочкой всегда, в отличие от шлифованного колотого гороха, который можно покупать, да, в магазине потреблять в качестве основного бобового растения, ну, просто потому что он у нас очень доступен, дешево и в каждом магазине есть. Это не лучший вариант, на самом деле, потребления бобовых, потому что мы себя лишаем. Одной из важных ценных пищевых и диетических, скорее, составляющих – это высокого содержания волокна в блюдах, приготовленных из бобовых. Поэтому, опять же, если вы думаете, какой же суп мне сегодня сварить из гороха, из магазина шлифованного колотого или из фасоли, то все-таки отдайте предпочтение фасоли, потому что пользы вы получите гораздо-гораздо больше для здоровья. Ну, и нельзя забывать об экологической ценности бобовых растений, потому что все-таки после себя они оставляют значительное количество азота, особенно если вы убрали и порубили эту солому, да, и закопали. То есть не выбросили куда-то, не сожгли, естественно, а использовали впоследствии для приготовления компоста или тут же измельчили и закопали прямо в землю. Если вы спаржевую фасоль используете, значит, вот собрали эту спаржевую фасоль и не дожидаясь того, когда растения засохнут, завянут, в зеленом состоянии каком-то, если вы уже последний сбор сделали, закопайте прямо в землю. В этом случае ценность от выращивания бобовых будет гораздо выше. То есть не только с точки зрения пищевой и диетической ценности, но и с точки зрения обеспечения азотом и различными ценными веществами последующих растений. Ну то есть вы создадите гораздо более экологизированную какую-то систему у себя в огороде, нежели чем если вы будете игнорировать эту группу растений. Тем более, что я уверен, что каждый огородник найдет для себя те разновидности или виды растений и разновидности внутри этих видов сортов, которые ему придутся по вкусу и которые он не купит в магазине, ну в нашей зоне. Многие отказываются от выращивания зерновой фасоли, например, да, потому что площадь какую-то надо занять, там потом вылучивая ее сиди, да, как ее обмолотить, ну вроде как муторно и времени нету на это, да. Пошел в магазин и купил. Ну окей, не хотите зерновую, пожалуйста, можно выращивать спаржевую, да, тогда, потому что спаржевую фасоль в свежем виде купить у нас в магазинах практически не представляется возможным. А ее ценность и пищевая гораздо меньше, конечно, чем сухой фасоли, ну те, кто следит за стройностью фигуры, как раз это очень хорошая штука при низкой калорийности, она достаточно вкусная и очень полезная. Кроме того, спаржевая фасоль, хотя в гораздо меньшей степени, чем зрелая фасоль в своих створках, содержит аминокислоты, которые в том числе отвечают за снижение уровня сахара в крови. Поэтому для тех, кто имеет у себя диабет второго типа, надо контролировать сахар обязательно, потому что иногда ты просто чувствуешь себя немного усталым, и на самом деле у тебя сахар подскакивает, да, и если вы после 40 лет, то надо периодически этот сахар у себя, как и холестерин, там все остальное контролировать. То вот для тех, у кого уже этот сахар такой нестабильный или подскакивает там куда-то не в те цифры, им потреблять спаржевую фасоль обязательно необходимо. А те, кто, у кого это уже нормальный такой диабет, установленный диагноз, диабет второго типа, ну, надо стараться выращивать зерновую фасоль, и уже не столько ради зерна, сколько ради створок, потому что это на самом деле официально признанное лекарственное растение, есть сбора фразитин, который снижает уровень сахара, и там в обязательном порядке входят сухие створки фасоли, заваривать их в виде чая. Даже если здоровый человек будет пить этот чай, никакого вреда не будет абсолютно. Ну, а для людей уже в возрасте будет несомненная польза. К сожалению, я всё время сталкиваюсь с тем, да, будь то чай из одуванчиков, да, из жёлтых этих серединок, будь то чай из створок, сухих створок фасоли, будь то потребление, значительное потребление, например, замены картофеля спаржевой фасоли, уж можно наморозить полный морозильник, пожалуйста. Вот, это, казалось бы, очень простые вещи, через которые можно достаточно улучшить состояние своего здоровья и свой образ жизни, такое ежедневное состояние, но люди как-то очень игнорируют, да, то есть они всё равно остаются в рамках своей традиции, то есть традиции питания, традиции потребления чего-то. На самом деле можно понемножечку привыкнуть и к подобного рода каким-то, ну, нетривиальным на сегодняшний день способом укрепления своего организма, в том числе и через использование бобовых растений. Ну, если говорить непосредственно о пищевой ценности бобовых, то вы можете увидеть, что по некоторым сельскохозяйственным бобовым растениям, по тому же гороху, сое, в особенности количество белка, который содержит эти бобовые, оно выше, чем содержание белка в самом-самом каком-нибудь белковом мясе, да, там в куриной грудке или где-то ещё, ну, где по минимуму жира и побольше белка. В каком-то смысле это ограничивает потребление бобовых, потому что нельзя столько много белка потреблять, да, то есть на самом деле много белка это тоже плохо, поэтому бобовые чаще всего потребляются не в чистом виде, а в смеси, ну, с чем-нибудь, да, то есть это как гарнир какой-то, как добавка к чему-нибудь, но всё-таки при всём том, бобовые могут являться таким очень серьёзным источником белка питания человека. Самым полноценным белком является, безусловно, белок мяса, да, то есть мясо, в чём меряется полноценность белка? В зависимости от того, какие аминокислоты туда входят. Белок состоит из аминокислот. Если, ну, наше тело, да, состоит из белка, Марк сказал, что жизнь – это существование белковых тел, да, мы тоже состоим из белка, чем ближе белок по составу к белку нашего мяса, да, к нашего тела, тем он более полноценный. Белок бобовых, как и белок зерновых, является неполноценным белком. Он не содержит в том же соотношении аминокислоты, которым содержит наш организм. Поэтому монодиета бобовых или полная замена бобовыми белка является нежелательной. Но здесь есть один замечательный нюанс. Дело в том, что белок бобовых неполноценный и белок зерновых, ну, там, ячменя, да, овса, пшеницы, то есть хлеб и так далее, он тоже является неполноценным. Он содержит избыток одних аминокислот и недостаток других. Так вот, счастье в том, что чего много в бобовых, того не хватает в зерновых. Чего не хватает в бобовых, того много в зерновых. Поэтому, если мы будем комбинировать одновременно бобовые с зерновыми, то в этом случае мы будем получать абсолютно полноценное белковое питание. В этом случае мы значительно можем сократить потребление мяса, ну, если есть такая идея у вас, и заменить частично хотя бы его белком бобовых с зерновыми. То есть, если вы едите фасолевый суп, то обязательно с куском хлеба. Если перловая каша, пожалуйста, добавьте туда фасоль. Я знаю, что одно из традиционных белорусских блюд – это перловая каша с фасолью, там, ну, с чем-то еще, почти пополам. Ну, по крайней мере, у меня дома так готовят, это очень вкусно. И с точки зрения вот диетологии, питания – это очень правильно, когда комбинируются зерновые с бобовыми. Я путешествую довольно много, был в тропических странах, и очень много, где встречаю, например, рис с фасолью. Ну, в Перу, например, это была не фасоль, вот классическая фасоль в нашем понимании, это как раз был долихос, это были гиацинтовые бобы. Но у них это все фрихоль, да, то есть это все, ну, у местного населения это все одинаково фасоль, это уже ботаникам там разница есть, что это такое. А для них это все фасоль. Вот у них примерно треть вот этой фасоли и две трети риса, и вот что-то вроде плова, вот такое они едят. В очень разных комбинациях, вот так они комбинируют, я думаю, что это исторически сложилось, да, за какие-то тысячелетия у местного населения сложились определенные традиции потребления бобовых. В этом случае мы существенно снижаем какие-то негативные моменты от потребления бобовых и максимально делаем себе вот такую вот максимально полезную диету с участием бобовых растений. Это же касается гороха и всех-всех-всех остальных бобовых. Комбинируйте их с зерновыми, будь то каша, крупа, хлеб, там еще что-то такое, ну, вместе с зерновыми. Оно должно потребляться в пищу. Наиболее концентрированным с точки зрения белков, жиров, углеводов является зерно сои. Недаром оно завоевало любовь сельскохозяйственного производства, возделывается повсеместно в мире, там, в тропических зонах очень много возделывается в Соединенных Штатах. Ну, везде, везде возделывают сои, очень много в Беларуси, пока еще не возделывают в достаточном количестве, очень зря, потому что все время говорят о том, что надо, 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 надо обеспечивать самим себя белком. Сортов полно, технологий полно, но сельское хозяйство обладает некоторой инертностью, да, выращивают там пару наборов зерновых, там, сахарную свеклу, ну, что по разнарядке из района сказали, то и выращивают. То есть, вот никак не разовьют это сеянье сои, сеянье бобовых для обеспечения белка, населения и кормопроизводства, покупают за границей. Но, как бы там ни было, сорта белорусской сои есть, они уже очень давно зарекомендовали себя, очень хорошие, замечательные. Вы в качестве образца получили семена одного из сортов, белорусских сортов сои, он прекрасно вырастает. Я потом, чуть позже, когда поближе про сою буду говорить, о нем скажу. Ну, нельзя, конечно, ну, давайте еще скажем про диетическую ценность, да, то есть, вот, если сравнивать фасоль, горох, сою, то фасоль, вот так вот суммарно, если смотреть на все эти цифры, обладает наиболее разнообразным составом по микроэлементам, по витаминам, по каким-то микронутриентам. Ну, с другой стороны, и горох, и соя тоже не уступают в этой самой ценности. Поэтому, когда я говорю о том, что фасоль, вообще бобовые, в принципе, являются очень важным источником для нас различных микроэлементов, то это действительно так, на самом деле, правда. Поэтому хотя бы один-два раза в неделю какие-то бобовые необходимо включать в свой рацион, ну, а овощные бобовые можно и гораздо чаще, потому что при низкой калорийности и практически отсутствии тех недостатков, о которых я сейчас скажу, они могут потребляться систематически и также являются поставщиками, ну, ценных микронутриентов, которых нам зачастую как раз и не хватает. Из-за этого мы хотим кушать, из-за этого у нас аппетит, из-за этого мы набираем вес. Мы полнеем, почему? Потому что организму надо, да, пока он не наберет необходимую дозу, там, того или иного микроэлемента или витамина, он будет заставлять нас есть. Ну, так и калорий мы уже набрали сверх границ, да, пока мы там этого микроэлемента себе наберем. Поэтому концентрированные продукты питания, которые содержат в большом количестве эти микронутриенты, они очень важны, чтобы включались в питание. Это в том числе поможет нам избавиться от лишних калорий, вот этого переедания и какого-то такого дикого аппетита, если он иногда нападает. Ну, мы говорим, организм умный, да, он знает, что ему надо, но иногда ему надо больше, чем на самом деле надо. Конечно, нельзя сказать о определенных недостатках бобовых культур, да, они тоже касаются практически всех. Ну, во-первых, это значительное количество нуклеиновых кислот, которые они содержат, и различных азотистых небелковых веществ. Почему это опасно? Потому что, к сожалению, вот эти небелковые азотистые вещества в нашем организме превращаются в мочевую кислоту, а мочевая кислота, она имеет склонность образовывать кальциевые соли и откладываться у нас как в суставах, так и в почках. Да, в итоге в одном случае мы имеем подагру, а в другом случае мочекаменную болезнь. Да, это бывает проблема для людей, которые склонны к подагре, у которых не совсем правильный, ну, такой, я не буду сказать, что неправильный, но специфический обмен веществ, который, ну, не работает до такой степени, чтобы избыток вот этих веществ выводить из организма. Ну, надо сказать, что та же самая проблема касается потребления мяса и рыбы, да, они точно так же содержат, особенно рыба, значительное количество вот этих азотистых небелковых веществ и тоже являются источником в нашем организме мочевой кислоты и тоже приводят к обострению подагры, возникновению подагры. Поэтому людям склонным к этим заболеваниям, им всегда не рекомендуются бульоны, да, супы на мясе, на косточки там и так далее, и так далее. Все эти мясо. То есть здесь вот эти белковые продукты, что растительного, что животного происхождения, они, ну, одинаково опасны для людей, которые склонны вот к такому типу обмена веществ. Но отсюда есть выход, выход определенный. Дело в том, что если мы потребляем, будь то, ну, мясные продукты, да, или бобовые те же, если мы их потребляем одновременно с пряностями, которые увеличивают диурез, то есть мочегонным эффектом обладают, да, то в этом случае мы помогаем нашему организму избавляться от избытков мочевой кислоты, не давая им кристаллизоваться в почках или застревать у нас в суставах. Ну, подагры, да, кристаллики образуются, да, кальциевых солей, и суставы начинают плохо двигаться, начинают двигаться, травмироваться, воспаляться, потом все это болит и целая проблема. То есть одним из способов профилактики этого заболевания, в том числе, если вы потребляете бобовое или мясо, да, без разницы, вам нужно пить побольше жидкости, поэтому все эти рекомендации про 2-2,5 литра в день, они имеют смысл, да, потому что вы выводите вот избыток вот этих веществ. Конечно, кто-то из пол-литра в день выживет прекрасно, да, а у того, у кого есть проблемы с обменом веществ, но они должны, соответственно, пить больше жидкости. Это не может быть общей рекомендацией для всех абсолютно, потому что у кого-то хронические нефриты, у кого-то почечная недостаточность, у кого-то там еще какие-то проблемы с солевым и водным обменом, каждый должен это решение пить больше или не больше, принимать для себя самостоятельно, с учетом там своей какой-то истории болезни. Однако же, в целом, общая рекомендация именно такая, а кроме того, использование одновременно пряностей, которые будут обладать мочегонным эффектом. Наиболее распространенными в нашей зоне таковыми пряностями являются этот мин, да, это укроп, ну, зонтичные растения, они как раз обладают мочегонным эффектом. Ну, кроме мочегонного, у них куча всяких полезных эффектов, ну, мочегонный один из таких вот хороших, да, то есть надо приправлять пищу вот такими вот пряностями, и зелень укропа сюда же, и петрушки, и так далее, то есть все это очень благоприятно, и кинза, да, это все-все-все сюда. Вот, они, эфирные масла, которые там содержатся, они легонечко раздражают почки, да, почечные канальцы, они начинают получше работать, да, когда у нас уже возраст наступает, у нас уже организм, его надо подхлёстывать, да, чуть-чуть подхлёстывать, там не только через две ступеньки стараться бегать и двигаться, и в огороде там копать, как трактор белорус, но еще изнутри тоже немножечко себя вкусным баловать, таким вкусным, и подхлёстывать работу внутренних органов. Ну, и, конечно, очень хорошей сопутствующей пряностью ко всем бобовым является пряности семистов губоцветные. Это базилик, это майоран, это душица, это исоп, это чабер, чабрец и так далее. То есть вот вся вот эта группа пряностей, ну, базилик, наверное, да, он такой придает средиземноморский вкус блюдом из бобовых, в том числе из мяса, и приятный розмарин, то есть вот всё, что относится к семисту губоцветных, является тоже очень хорошей пряностью для потребления с бобовыми. С чем это еще связано? С тем, что многие бобовые в составе своих семян содержат так называемые антипитательные вещества. Это приспособление растений от поедания их различными вредителями и от поедания животными. Когда вредители или животные их поедают, у них в животе случается революция, потому что, а, либо содержатся вещества, которые блокируют пищеварительные ферменты, и эти белки, там, всё, что есть, они просто недоперевариваются, да, потом поступают в толстый кишечник, и нам делается худо. Либо они содержат сахара, там, робиноза и другие сахара, которые не усваиваются нашим организмом. Это та же проблема, что и лактазная недостаточность, когда с возрастом люди перестают воспринимать молоко. Но если в детстве они воспринимали, да, а потом с возрастом перестали, то в отношении бобовых могут быть сорта, которые и в детстве, и в юности, и во взрослом состоянии, и в пожилом состоянии не переносятся, потому что они, в принципе, содержат сахара, которые не потребляются нашим организмом. Но они замечательно потребляются кишечной микрофлорой, да, и кишечная микрофлора уже есть не остатки пищи, которую наш организм не переварил, да, а с большим удовольствием получают огромные дозы питательных веществ, и у нас начинаются там неприятные ощущения в организме от потребления бобовых. Вот для того, чтобы снять вот эту всю симптоматику, да, неприятных ощущений и так далее, блюда из бобовых достаточно приправлять растениями семейства губоцветных. Ну, вот те, которые, я сказал, базилик, чабрец, душица, майоран, там, и так далее, и так далее. Поэтому вот можно подружиться с бобовыми культурами, даже если ваш организм их как бы, ну, не очень переносит. То есть используйте всего лишь навсего вот эти наборы пряных растений. Вот, и тогда не мочекаменная болезнь, да, и подагра не захватят вас. Ну, больше жидкости, больше пряностей, и почаще потребляйте бобовые, все будет хорошо. Поговорим о горохе, да. Начну свой рассказ, наверное, с наиболее распространенного бобового растения, умеренной зоны возделывания, потому что на самом деле наиболее распространенной пищевой бобовой культурой в мире является фасоль. Но она очень распространена в тропических зонах. А вот в умеренной зоне в нашей зимой, холодной, более распространен горох. Здесь на вот этой фото, на этом фото представлены типы гороха, такие сортотипы, да, группы сортов по строению боба. Боба. Вот здесь вот, я отсюда начну. Да, не начну. Далеко не уйду. Сейчас, может, попробую. О, вот я так пальцем покажу, вот этой штукой. Смотрите, вот это вот самый обыкновенный зерновой горох, да. Это то, с чем мы, в общем-то, сталкиваемся довольно часто. Если мы в поле видим, посеяли горохо-овсяную смесь какую-нибудь, да, если она цветет беленькими цветочками, значит, горох точно не будет горький. Вот. И мы пошли, значит, там натаскали. Но в чем проблема зернового гороха на ранней стадии развития? Он очень рано образует крахмал. Поэтому, когда мы вскрываем такой бобик в зеленом состоянии, в овощном состоянии, он невкусный, да, он крахмалистый. Этот крахмал во рту цепляется. Если мы его закатываем, консервируем, то он разбухает, дает много крахмала на дне в виде такого геля, глия белого осадка. Вот. В общем, не самый лучший вариант для использования. Если мы варим его в суп, например, ну, натаскали в поле, да, заморозили, потом в суп бросили, но он тоже весь разварился. Оливье из него не сделаешь. Он как каша будет. Ну, а в сухом виде это привычный нам нормальный горох. Он, как правило, гладкий, без каких-либо особенностей. Второй тип, который мы часто используем, вот этот, вот этот, да, третий, это овощной горох. Овощной горох – это именно тот, у которого створка плотная, створка с пергаментным слоем, а у всех бобовых внутри створки имеется пергаментный слой. Он такой жесткий, то есть если его начинать кусать, то он в волокно такое, в мочало превращается. Это приспособление бобовых к разбрасыванию семян. Когда бобик созревает, у него пергаментный слой сокращается, он другой структуры немножко, чем вся остальная створка, и он высыхает сильнее. В итоге он, тык, выкручивается, да, и разбрасывает семена во все стороны. Бывает, что когда бобовые очень сильно пересохли, до этого бобика дотрагиваешь, и все, все семена разлетелись, ничего не осталось. Вот. Вот у него такая вот створка с пергаментным слоем, кроме того, в бобике имеется шов внутри, да, по которому он вскрывается. И вот волокно этого шва очень грубое. То есть вы, если возьмете этот бобик, когда вылучиваете оттуда зеленый горошек, то вы прям можете это волокно оттуда вынуть, оно как нити такие внутри, жесткое. То есть вам надо боб этот вскрыть и вынуть оттуда зеленый горошек. Во влажном состоянии этот горошек является гладким, да, ну, привычный зеленый горошек, самый обыкновенный. Особенностью этих сортов является то, что в сухом состоянии горошина является морщинистой. Она такая, как будто сжатая, да, вот он называется мозговой. Все время в детстве, когда доставали этот зеленый горошек на Новый год на Оливье, да, всегда на банк. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 Добро пожаловать в Казахстан